Как вчера написал один из моих абонентов, если у вас в подъезде есть сосед, который постоянно писает в лифте, то на кого вы подумаете, если вам навалят под дверь? Когда верхушка огромной страны представляет собой мафиозный клан и живет по законам Амерты, когда скандалы с Полонием, Мельдонием, убийством прямо у стен Кремля, видного оппозиционера, расстрелами, избиениями журналистов становятся рутинным делом, простым информационным поводом на пару часов, то удивляться нечему. Я вчера наслушался жалобного воя незаслуженно обвиненных Ярославом. Хорошо, что попкорн не люблю, переел бы. Видите ли, бывшие наши соотечественники, господа россияне, плакать надо, когда писаешь в лифте, когда прешь по Луне через весь мир, когда врешь в ООН, потряхивая поддельными письмами, когда их там нет, а они там есть, когда ты передаешь обезьянам бук с экипажем и убиваешь полный самолет гражданских. А потом врешь, врешь и врешь. И потом так, опа, а как вы можете на нас думать? А на кого думать? На розовых пони? Или на страну, во главе которой стоит бывший ФСБшник, известный своими связями с преступными группировками самого разного калибра, замешанный в торговле наркотиками через ленинградский порт по самые помидоры, лживый и лицемерный гешефцмастер. Когда Израиль достает своих врагов, где бы они ни были, он не говорит, что это сделали пауки с Марса, он говорит, это сделали мы и объясняет за что. Потому что Израиль уничтожает преступников, а не политических противников, инакомыслящих или свидетелей преступлений, ему стесняться нечего. Россия же всегда в стране. Вернее, это она так думает, что находится в стране. На самом деле, она в самом центре кучи дерьма, которая ей уже продуцирована, и с центра этой самой кучи теперь она делает всем окружающим невинные голубые глазки. Только нет. Уже дураков верить этому нет. Сила воздействия испорченной веками репутации на окружающих такова, что любая неприятность, случившаяся в мире, сначала проверяется на наличие в закулисе российских спецслужб. Вот так-то, господа. Классический пример, анекдот про кто всравсь. Невистка. Только на этот раз невестка реально в дерьме. Достаточно вспомнить мешки с гексогеном на учениях. Письма Чуркина, присыпанные пылью сирийские дети, история про силы самообороны Крыма и про шахтеров, прикупивших танки и грады в военторге. Это не смешно, господа. Это ваше лицо. Это ваши фантазии, которые все уже устали потреблять. И чтобы вы не делали с зеркалом морда, которую вы ему показываете, от этого не изменится. Вчерашнее убийство Вороненкова тому пример. «Я не хочу обсуждать личность убитого. Я понятия о нем не имею. Я бы его встану не принял, раз уж он так поступает. Но это мои моральные соображения. Наверное, ему было чем расплатиться за свой паспорт. Политика – дело грязное. Я не знаю, кто нанял киллера. Следствие покажет или не покажет. Но если у вас есть сосед, который обожает писать в лифте, на кого вы подумаете, когда увидите лужу? Может, вы, конечно, не правы, но этот сосед есть, и он это уже делал. А потом постоянно лгал, что это не он. Честь, господа, надо беречь с молоду. Второй вопрос – что делать, если ее чести уже больше нет? Поэтому не удивляйтесь, когда о вас думают плохо. Вы сами все для этого сделали.